Всем привет! Сегодня у нас пересказ сюжета фильма 2003 года. Крупная рыба. Кто ты такой? На протяжении всей своей жизни Эдвард Блум рассказывал историю про рыбу, которую поймал при помощи своего обручального золотого кольца. Со временем его сын Уилл устал от рассказов отца и стал думать, что он простой лжец. Он прямо сказал это ему после окончания своей свадьбы, и в результате этого они перестали общаться. Мать Уилла, Сандра постоянно писала ему письма, и поддерживала связь все это время. Взглянув в прошлое мы видим, что Эдвард все же не соврал про речного монстра, которого он поймал и забрал у того свое обручальное кольцо. Тем временем, вернувшись домой, жена Уилла Жозефина получает звонок от его матери. Сандра приглашает Уилла навестить отца, который вскоре должен будет скончаться от рака. И через какое-то время, взяв с собой жену, они отправляются в дом его родителей. Заметив маленького мальчика, играющего в самолете, Уилл вновь вспоминает одну из историй, рассказанную его отцом. Дело было тогда, когда Эдвард был еще совсем ребенком. Вместе со своими друзьями он отправился на окраину города, чтобы посмотреть на ведьму. Вскоре они добрались до нужного места, после небольшого диалога Эдварда отправили внутрь добыть стеклянный глаз ведьмы, который способен показать последние минуты жизни человека. Не успев постучать в дверь, ведьма сама отворила ее. После чего Эдвард сообщил ей о том, что они хотят посмотреть на глаз. Она решила помочь ему. Вначале ведьма показала, как умрет полный парень. А потом смерть его второго друга, во время просмотра журнала «Плейбои в туалете». Когда друзья Эдварда сбежали после увиденного, немного подумав, он пришел к выводу, что свой исход полезно знать. И ведьма показала его кончину. Эдвард ни капли не испугался и покинул ведьму. Тем временем Уилл уже добрался до родительского дома. Он пытается узнать у матери, сколько осталось его отцу, однако та говорит, что пока об этом нельзя говорить. Позже вместе со своей женой он знакомится с семейным доктором Беннетом. К удивлению Жозефины, Беннет на глаз называет срок ее беременности и полребенка. Потом мать Уилла отправляет сына на беседу с отцом. Увидев сына, Эдвард сразу начинает говорить о трудностях, которые предстоит пройти Уиллу во время воспитания ребенка. Затем он говорит, что все вокруг зря беспокоятся, ведь Эдвард видел свою кончину в глазе ведьмы и верит этому предсказанию. Уилл решает узнать у отца, что именно из его рассказов тот придумал, а что реально произошло с ним. Но тот пока уходит от ответа и отправляет его почистить бассейн. Выйдя из спальни, отца Уилл натыкается на свою старую комнату. После чего вспоминает про еще одну историю Эдварда, рассказанную, когда Уилл был болен. В юности во время пения в церкви Эдвард стал расти словно на дрожжах. Его кости и мышцы росли с большой скоростью, из-за чего ему три года пришлось провести в кровати. Все это время он читал энциклопедию и узнал, что его случай похож на жизнь серебряного карася, живущего в аквариуме. И в итоге решил, что его рост дан, чтобы совершать великие дела. Через пару лет Эдвард выздоровел и стал играть в футбольной команде. Потом занялся баскетболом. Район, в котором он жил, сильно преобразился после того, как он стал больше времени уделять ему. Он смог победить в конкурсе научных изобретений. Также в один из дней Эдвард спас собаку из горящего дома. Все шло идеально, пока однажды у них не появился чужак. Жители города были недовольны пропажей своего скота и урожая, и поэтому начали бунтовать. Глядя на это Эдвард вызвался добровольцем, который исправит это положение и выйдет на контакт с монстром. После этого в середине дня он отправился в заброшенную пещеру в лесу. Хотя и на входе валялись обглоданные кости животных, он не страшился, а продолжил свой путь. Монстр не желал выходить с ним на контакт и прогонял его. Потом гигант решил показаться смельчаку, пришедшему к нему. Эдвард начал говорить, что горожане отправили его в качестве жертвы. Однако великан не стал его есть. Тогда Эдвард начал с ним разговаривать и рассказывать про большие города. Гигант назвался Карлом и согласился покинуть маленький городок вместе с Эдвардом. В честь этого мэр собрал жителей, чтобы поблагодарить юношу. Там он вручил ему ключ от города и попрощался с ним. Вскоре все жители начали прощаться с ним. Даже сама ведьма пришла дать своих советов ему в путь. Отойдя вместе с Карлом на приличное расстояние от города, он добрался до перекрестка. Одна из дорог была уложена асфальтом, и по ней постоянно ходили люди. Но Эдвард решил выбрать старую забытую всеми тропу. А Карла он отправил по хорошей дороге. Вскоре Эдвард добрался до чащи леса. Ворона утащила его в фуражку, из-за чего он по случайности кинул камень в осиное гнездо. Ему все же удалось сбежать от злых насекомых. Однако на его пути встала новая преграда — дорога с прыгающими пауками. Эдвард не сдался и начал пробираться через паутину, на которых ползали эти пауки. И к своему удивлению он добрел до прекрасного места, которое было спрятано от посторонних класс. Мэр города уже знал о его прибытии и поприветствовал юношу. Затем мэр рассказал ему, что это город Мираж. Последний, кто навещал их, это был поэт из города Эдварда. Все люди в городе ходят абсолютно босыми, и поэтому за обедом дочка мэра Дженни снимает ботинки у гостя. Эдвард попытался догнать девчонку, но она успела закинуть их к остальной обуви на входе. Вечером поэт из его города Нортером продемонстрировал свою поэму, которую уже пишет 12 лет. Но Эдвард был очень удивлен, увидев всего лишь три предложения в его книге. Позже, сидя возле пруда, он заметил красивую девушку, которая плавала там. Внезапно он обнаружил змею, которая отправилась в ее сторону, после чего вплавь отправился спасать ее. В последнее мгновение он схватил ее, после чего девушка нырнула в воду. А вместо змеи он обнаружил у себя в руке простую трость. Рассказав об этом, Дженни та поведала ему, что это была не девушка, а неуловимая рыба. После этих событий они вернулись обратно в город, где жители по полной отрывались и танцевали раду из своей жизни. Поэт в это время читал стихи дамам, собравшимся вокруг. Не задумываясь, Эдвард принялся танцевать. И во время этого сообщил, что должен будет покинуть их город, чтобы встретиться с Карлом. Что? Все жители были удивлены его словам и пытались отговорить его. Но он все уже решил для себя. Выйдя за пределы города, Эдвард вновь стал пробираться почаще леса, но при этом его путь стал куда тяжелее, ведь идти ночью и без обуви не так уж и просто. Справиться с трудностями ему помогло знание, которое он получил от ведьмы, взглянув в ее глаз. Утром Эдвард наконец-то встретился с Карлом и продолжил свой путь. А ботинки куда дел? В настоящем времени вся семья собралась за ужином. Жозефина рассказала про свою поездку в Марокко. А Эдвард поведал ей о попугаев, живущих в Конго, которые разговаривают на французском языке. Позже Жозефина решила накрыть Эдварда одеялом, но из-за этого он проснулся. После чего он рассказал ей историю. После того, как Эдвард покинул Мираж, он посетил цирковое представление. В середине представления, после заявления директора Эймоса, на сцену вывезли черно-белый скованный цепями ящик. Затем произошел взрыв, и появился огромный факир, пускающий пламя изо рта. Однако Эдвард не был удивлен. В его сторону направили прожекторы, и потом появился гигант Карл. Все с изумлением смотрели на него, даже тот факир из ящика не мог оторвать от него глаз. А когда Карла заметил директор, то он просто замер, стоя перед ним. Позже внимание Эдварда привлекла девушка в толпе, в которую он влюбился с первого взгляда. Все время остановило свой ход, и он направился в ее сторону. Но когда он дошел до нее, все вокруг ускорилось. И в итоге он остался один в пустом зале. Эймос все же отошел от вида Карла и предложил ему заключить контракт. Грустивший Эдвард тоже присоединился к ним и познакомился с директором и его юристом. Затем директор решил подбодрить подавленного юношу. Потом Эдвард высказал свое волевое решение, которое он принял. А именно искать ту красавицу всю свою оставшуюся жизнь. Узнав приметы девушки, директор сообщил, что знаком с ней, однако посоветовал Эдварду позабыть о ней. Ведь он герой только в своей деревне, а в реальной жизни у него нет ни гроша. Но сдаваться Эдвард не намерен, и первым делом решил устроиться в цирк, чтобы понемногу узнавать подробности о прекрасной незнакомке. Спустя несколько дней он полностью вжился в роль циркача. Когда прошел первый месяц его работы, директор рассказал про любимые цветы девушки. Каждый месяц он узнавал все больше и больше о прекрасной незнакомке. Это придавало ему сил продолжать работать в тяжелой обстановке. Но в один из дней у Эдварда все же кончилось терпение, он решил узнать ее имя. Неожиданно из фургончика директора на него накинулся волк. Юрист пытался помочь ему, но только навредил, ранив парня из своего револьвера. В последний момент Эдвард решил кинуть палку и понял, что зверю всего лишь стало одиноко. Игра с палкой продлилась до утра. Оказывается, все это время он играл с директором Эймосом, который был оборотнем. В благодарность за помощь директор назвал имя незнакомке, и он сразу отправился к ней навстречу. Покинув цирк, он прибыл в город, в котором живет Сандра. Эдвард незамедлительно признался ей в любви и рассказал, что три года страдал в цирке, чтобы узнать о ней. Но, к сожалению для Эдварда, она говорит, что уже обручена с другим парнем. Дон Прайс тоже родом из родного города Эдварда и постоянно терпел неудачи в попытках соревноваться с ним. Поняв, что он опоздал, юноша поблагодарил девушку и подарил ей цветы, после чего покинул ее дом. Однако Эдвард решил не сдаваться и добиться ее сердца любой ценой. Какое-то время он продолжил оказывать ей знаки внимания. Он даже полностью засадил землю нарциссами возле ее общаги. Это привело девушку в восторг. Но мило побеседовать так и не удалось. Дон Прайс начал бить его за то, что он подкатывает к его невесте. А так как Эдвард пообещал Сандре не трогать парня, ему пришлось просто принимать удары. Видя это Сандра вернула кольцо Дону и сказала, что теперь будет вместе с Эдвардом. Между этим Дон это тот самый парень, которому ведьма предсказала смерть в туалете за просмотром журнала Playboy. Вернувшись в настоящее время же Зефина дает ему стакан воды, чтоб тот смог утолить свою жажду. Уилл услышал их разговоры и решил тайком послушать рассказы отца, сидя в коридоре. Эдвард вновь принялся рассказывать свои истории. Лежа в больнице, он получил повестку на службу в армии. Чтобы сократить свой срок службы, он соглашался на самые сложные задания. Спрыгнув с самолета, он начал выполнять миссию по похищению планов электростанции. Приземлился он прямо туда, где проходило выступление для корейских военных. И пока внимание военных было приковано к певице, он разбирался с охраной кулаками. Потом Эдвард пробрался в палатку, где сидело двое солдат. Выключив свет, он без труда разобрался с ними и добыл необходимые сведения. Позже он познакомился с сиамскими близнецами. Он начал просить у них помощи, чтобы вернуться домой, а также рассказал свою историю про любимую девушку. Еще он предложил им работу у Эймоса после того, как они прибудут домой. В итоге они согласились помочь ему. Между этим, из-за того, что Эдвард не мог отправить письмо, Сандри сообщили о том, что он погиб. Однако через четыре месяца он вернулся домой к своей любимой. Лежа в кровати с Уиллом, Жозефина спрашивает, почему он раньше не рассказывал про знакомство своих родителей. На что Уилл удрученно отвечает, что ничего не было, ведь он до сих пор не верит в рассказы своего отца. Также он рассказывает, что в детстве много времени прожил без него и начал думать, что его отец уже нашел себе другую семью. В результате этого он решил, что его отец рассказывает все эти истории, потому что ему скучно жить с ними. На следующий день все собираются в комнате Эдварда. Смотря телевизор, Эдвард пытается рассказать очередную историю, однако Уилл не дает этого сделать и решает поговорить с отцом. После того, как женщины покидают комнату, он начинает винить отца в том, что тот все время рассказывает сказки и небылицы, неподкрепленные фактами. Такие истории рассказывают детям в пять лет, но Уилл слушал их на протяжении всей жизни. Вначале Уилл верил его словам, но потом пришел к выводу, что отец обманывает его. Напоследок он предлагает быть Эдварду собой, на что он бурно реагирует. Позже, когда Уилл чистил пруд, то заметил, что там кто-то плавал, однако не стал придавать этому особого значения. Вместе с матерью и женой он принялся разбирать старые вещи отца. Там его мать дала ему письма от Эдварда, полученные во время его службы в Корее. Также она сказала ему, что не все истории его отца вымесил. После демобилизации Эдвард устроился на работу с транствующим торговцем. Он продавал универсальное устройство, механическую руку. Выполнял свою работу, он успешно и распространил устройства по всему округу. Один раз, когда он посетил банк, то вновь встретил поэта из города Миража. Неожиданно для Эдварда поэт сообщил ему, что пришел ограбить банк. В результате чего ему пришлось стать невольным сообщником Уинслоу. Хранилище, к сожалению, уже было пусто, и горе-грабителям пришлось довольствоваться деньгами из кассы. В машине Эдвард рассказал Уинслоу о том, как банк потерял свои деньги. Выслушав все его рассказы, поэт решил отправиться на Уолл-стрит. Вскоре Уинслоу стал миллионером и подарил Эдварду чек на 10 тысяч долларов, с помощью которого он смог купить себе дом. Тем временем, в настоящем Уилл натыкается на документы о городе Мираже и решает поехать туда, чтобы убедиться в правдивости слов отца. Приехав туда, он встречает взрослую Дженни, маленькую девочку из города Миража, про которую рассказывал Эдвард. Войдя к ней в дом, Уилл начинает расспрашивать ее, думая о том, что это бывшая любовница отца. Однако Дженни дает понять, что Эдвард никогда не изменял своей любимой. Также она рассказывает ему одну из историй про отца. В проливной ливень ночью Эдвард возвращался с очередной поездки. Ливень был настолько сильным, что вскоре он вместе с машиной оказался на дне, где вновь встретил ту самую рыбу-девушку. Наутро его машина случайным образом оказалась на дереве. Осмотрев местность, он обнаружил ключ, который выронил, когда в прошлый раз покидал город Мираж. Вскоре он вновь посетил это дивное место, но к его удивлению вокруг царила разруха. Виной всему стала построенная дорога, по которой в город нахлынула куча банков. Пришел он как раз вовремя, в это время проходили ауционные торги, на которых продавали одно из зданий города. В итоге ему удалось выкупить его. Так как он не был богат, то решил навестить своих друзей, которым помог разбогатеть, чтобы приобрести остатки Миража. Таким образом Эдвард смог добиться поставленной цели, и вскоре он стал владеть всей собственностью и пересилить жителей. Однако один из домов он так и не смог купить. Дом той самой Дженни, которая уже на тот момент пережила неудачный брак. После ее рассказов, Эдвард понял, что она есть та самая маленькая Дженни. Продать ему свой дом Дженни все же отказалась, а когда он уходил, то случайно вырвал дверь. После чего на следующий день приступил к ремонту ее дома. Он потратил много времени и сил, чтобы преобразить жилище девушки. И когда он закончил, она пришла в восторг от его работы. Поняв, что Эдвард достойный человек, Дженни влюбилась в него и предложила остаться жить с ней. Но, к ее сожалению, сердце Эдварда было занято, и им никогда не суждено быть вместе. Дженни приняла это как должное, и к тому же напоследок решилась подписать документы на передачу прав на дом Эдварду. Вернув Миражу изначальный вид, он наконец-то стал доволен. После этого он навсегда покинул город. В настоящем Дженни объясняет Уиллу, что она любит мужчину, который никогда не полюбит ее. Дослушав рассказы Дженни, Уилл отправился в родительский дом, однако там никого не было. Приехав в больницу, он узнал, что у Эдварда был инсульт, поэтому он сейчас лежит в больничной койке. Когда Эдвард пришел в себя, Уилл сумел окончательно помириться с ним. И к тому же даже рассказал вымышленную историю побега из больницы. Где они, выбравшись из здания, сели в новенький автомобиль отца. Они приехали к озеру, где их ждали все друзья Эдварда из его рассказов. В этот момент Эдвард был очень счастлив и рад. Затем Уилл бросил его в воду, после чего он превратился в огромного сама и уплыл. Выслушав рассказ сына, Эдвард, к сожалению, покинул этот мир. Со слезами на глазах Уилл позвонил матери и сообщил об этом. Наступает день похороны Эдварда, где собралось огромное количество гостей. К удивлению Уилла туда приезжают друзья отца из его рассказов. Хотя они оказались не совсем такими, как их описывал Эдвард, Уилл окончательно убедился, что отец говорил правду. После панихиды они с улыбкой вспоминали о хорошем друге. Прошло несколько лет после этих событий, у Уилла родился сын, которому он начал рассказывать истории отца. Таким образом, рассказы Эдварда живут после его смерти. На этом мой рассказ окончен. А как вам фильм «Крупная рыба»? Напишите об этом в комментариях.